Членам королевской семьи даже не нужно беспокоиться о том, кем стать и чем зарабатывать себе на жизнь, поскольку их профессиональная жизнь уже предопределена. Но это не значит, что они не мечтали стать кем-то помимо герцогов и герцогинь в королевской жизни. Вот как выглядела бы жизнь членов фирмы вне королевской семьи. Принц Уильям – пилот военного вертолета, присоединившись к домашней кавалерии в качестве младшего лейтенанта в 2006 году, принц Уильям продолжил карьеру в армии. Пройдя обучение и сдав экзамены, в 2010 году он присоединился к Реф-Вэлле BBC в Англии. Хотя его карьера набирала обороты, королева была не сильно довольна его работой на передовой. Появившись в документальном фильме Channel 5 «Уильям и Кейт» «Слишком хорошо, чтобы быть правдой», Саймон Вигар объяснил, Уильям отчаянно пытался остаться в армии, он учился на пилота вертолета. Но в конце концов его не подпустили близко к линии фронта. Главный босс сказала нет, потому что он второй в очереди на престол. Кейт Мидлтон профессиональная теннисистка не секрет, что Кейт Мидлтон большая поклонница тенниса, ведь ее часто видят на Уимблдоне, поскольку она является покровительницей ассоциации тенниса. Но ее страсть выходит за рамки просмотра тенниса, ведь герцогиня Кембриджская сама увлекается данным видом спорта. Настолько, что Кейт даже построила теннисный корт в Анмер Холле. Или модный консультант. После окончания университета Кейт сделала карьеру в качестве консультанта модных аксессуаров для бренда Джексо и неудивительно, ведь у нее это очень хорошо вкус. В интервью Evening Standard в 2003 году соучредитель бренда Белль Робинсон только похвалила герцогиню Кембриджскую. Должна сказать, она меня очень впечатлила. Она сидела на кухне в обеденное время и болтала со всеми, от водителей фургонов до бухгалтеров. Она вела себя не как принцесса, как профессиональный работник. Учитывая, что все, что носит Кейт, распродается за считанные часы, карьера в моде кажется очевидным вариантом. Принц Гарри Гид по Африке Африка занимает особое место в сердце принца Гарри. Однажды он назвал Африку своим вторым домом, так как что он всегда мечтал жить и работать там. Герцог Сассекский в 2006 году, находясь в Лесото, рассказал королевскому репортеру Ребекке Инглиш, что до того, как встретить Меган самым большим его желанием было уехать и жить в Африке. В статье для Daily Mail он добавил, «Я хотел бы просто пойти и поработать гидом, понимаете? Просто уйти в саванну и быть самим собой». Меган Маркл владелица кондитерской, возможно, она и засветилась в мире актерского мастерства. Но у Меган Маркл были другие планы, но умея открыть собственный бизнес по производству леденцов. Согласно TMZ, Меган и один из ее друзей подали документы на патент в 2012 году на бренд Лали, намереваясь продавать свои собственные леденцы на палочке. Принц Джордж полицейский, хотя он третий в очереди на престол, у восьмилетнего мальчика есть собственные амбиции и мечты. Во время приема в Кенсингтонском дворце в честь Скотланд-Ярда в 2018 году, принц Уильям рассказал, что его сын был очарован полицией. В шутку комиссар полиции Джейн Ричардсон сказала Уильяму, что они ищут новых офицеров, на что герцог ответил, на самом деле Джордж одержим полицией. Машинами, игрушками и всем остальным. Понравилось видео? Тогда обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, впереди вас ждет много интересных новостей. Неопубликованный трогательный снимок украшает комнату в Виндзорском замке. В эту среду Елизавета II вручила органисту Томасу Троттеру королевскую медаль за достижение в сфере искусства. Однако внимание поклонников привлекла не столько церемония, сколько одна едва заметная деталь. На фотоотчете с награждения некоторые сумели разглядеть неопубликованный семейный портрет Виндзоров. Снимок обнаружился на заднем плане, частично прикрытой сумочкой Ее Величества. На фото запечатлена сама королева, а также покойный принц Филипп в окружении правнуков. Принцесса Шарлотта разместилась на коленях улыбающейся Елизаветы, а принц Джордж забрался повыше на спинку дивана. Кроме них в кадре появились правнучки со стороны принцессы Анны, Айла и Саванна дети Питера Филлипса, имя и старшая дочь Зары Тиндал. Комментаторы предполагают, что снимок был сделан в конце 2016 года, когда Шарлотте было около 18 месяцев, а другим королевским детям исполнилось от двух до шести лет. Елизавета II трепетно относится к своим правнукам. В прошлом месяце она побывала на крестинах 9-месячного Августа Бруксбанка и 8-месячного Лука Сатиндала в Часовне Всех Святых в Большом Виндзорском парке. Сообщается, что королева чувствует себя намного лучше после недавних проблем со здоровьем. Ее Величество с нетерпением ждет, когда вся семья соберется на традиционном праздновании Рождества в поместье Сандрингем. К сожалению, принц Гарри и Меган Маркл вместе с детьми не смогут присоединиться к торжеству. Когда Меган Маркл решила стать супругой принца Гарри и в 2017 году была объявлена об их помолвке, ей пришлось отказаться от своих аккаунтов в соцсетях и закрыть личный лайфстайл-блог The Tick. После свадьбы герцоги Сасекские какое-то время пользовались общим официальным аккаунтом в Инстаграм с Кимбриджами. Но весной 2019 года Меган захотелось, чтобы у нее с Гарри был свой отдельный аккаунт. Так появился собака Уэс. Однако после Мегзита герцогам Сасекским было запрещено в своей публичной и коммерческой деятельности давать свои брендам, в том числе и в Инстаграм названия, в которых в той или иной форме используется слово «королевский». Это вызвало резко негативную реакцию пары, которая в своем открытом письме, размещенном на сайте Уэс. Ком доступен и по сей день, но не обновляется, заявила, что королева не имеет юридической власти над словом «королевский» за рубежом, где планировали обосноваться Гарри и Меган. Подобный гневный выпад понятен. Готовясь к Мегзиту, Гарри и Меган планировали использовать бренд Уэс. Название уже было раскручено в Инстаграм, где на аккаунт Сасексов было подписано более 10 миллионов человек, и вести свою деятельность именно под этим лейблом. Уже были вложены миллионы долларов в создание и раскрутку одноименного сайта, а также в подготовку документов на производство под маркой Уэс товаров и услуг. Королева Елизавета II легким движением руки все эти планы разрушила до основания. Сасексы срочно придумали новый бренд Арчевал, создали одноименный веб-ресурс, а вот заводить новый аккаунт в Инстаграм или каких-либо других соцсетях вместо Собака Уэс не закрыт, но не используется с марта 2020 года, не спешили. Несколько позже Гарри и Меган подвели под это идеологическую базу. Дескать, пользователи соцсетей подобны пользователям запрещенных веществ, к тому же они не намерены изучать тонны негатива о себе. А Гарри начал активно высказываться за уменьшение негативных комментариев и фейков в соцсетях и даже вошел в комиссию Института Аспена, которая занимается борьбой с дезинформацией в США. Однако сейчас появилась информация, что сасексы могут отказаться от своей принципиальной позиции и вновь вернуться в соцсети для живых вопросов и ответов. Королевский комментатор Нил Шон, выступая на своем YouTube-канале, заявил, что пара может вернуться в социальные сети. Эта конкретная история в конечном итоге сосредоточена на том факте, что Гарри и Меган готовятся к якобы напряженному 2022 году. Одна из целей, которую они преследуют, заключается в том, чтобы убедиться, что они оставляют свой след в мире СМИ и соцсетей. В конце концов, они зарабатывают деньги на своей популярности и должны знать, какой отклик вызывает их шоу. Интересно то, что больше года назад сасексы сообщили, что уходят из социальных сетей, поскольку это вредное место полной токсичности. Тогда Гарри и Меган решили отказаться от своих аккаунтов, хотя у них было значительное количество подписчиков в Instagram и Twitter, когда они были частью британской монархии. Гэн Шон добавил, теперь двигаясь вперед, они рассматривают идею возвращения в соцсети. Согласно сообщениям надежных источников, Гарри и Меган хотят вернуться в социальные сети естественным образом на своих собственных условиях. Но одна из проблем, которую им действительно придется решить, весь этот негатив в их адрес, который плохо влияет на их пиар. Тем не менее, их команда считает, что Гарри и Меган смогут противодействовать негативу, особенно если начнут напрямую работать с комментаторами и подписчиками в формате вопрос-ответ. Конечно, не стоит думать, что они будут отвечать на все подряд. Будут выбираться по-настоящему значимые вопросы. Кроме того, не стоит ждать и немедленной реакции, ведь для того, чтобы ответить на некоторые вопросы, потребуется несколько дней на подготовку ответа. Тем не менее, утверждает Нил Шон, Сасексы видят в этом формате общение с общественностью отличный способ для того, чтобы заставить замолчать некоторых критиков, а также противодействовать распространяемым про них негативным историям. Ну и, конечно, воссоединиться с публикой, показывая себя в их истинном домашнем свете. Я думаю, что это на самом деле действительно хорошая идея. Это то, что принц Гарри, похоже, собирается предпринять первым, поскольку он в 2022 году намерен выпустить свои мемуары в издательстве Penguin Random Us. Для бывшей королевской пары это будет работать идеально, потому что они смогут, как им всегда, нравилось контролировать свое собственное повествование. Конечно, не все будет просто. Сасексам, как и многим знаменитостям, придется обдуманно подходить к взаимодействию с аудиторией в соцсетях, чтобы не попасть под большое негативное давление. Что-то в последнее время Сасексы начали активно переобуваться в воздухе. То появляется информация, что они намерены обзавестись третьим ребенком, несмотря на то, что уже после рождения Арчи утверждали, что в их семье будет только двое детей их вклад в решение проблемы перенаселения планеты. Сейчас вот намерение вернуться в соцсети. Хотя еще недавно Гарри и Меган декларировали, что пока владельцы медиа-ресурсов не предпримут конкретных действий по снижению негатива и дезинформации в соцсетях, они не будут заводить там новые аккаунты. Интересно, от каких еще своих обещаний откажутся Сасексы в 2022 году? Если у вас есть мысли по этому поводу, пишите в комментариях. И кстати, какие бы названия вы порекомендовали для новых аккаунтов Гарри и Меган. Я бы герцогине Сасекской предложила принцесса Пиноккио. Узнаваемо получится.